В рамках отборочного фокуса на должность доцента истины философии лекцию прочтет Иваненко Антон Александрович. Тема лекции «Философия. Конформа духовного пола». Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые студенты, добрый день. Меня зовут Иваненко Антон Александрович, и я буду вести у вас курс «Введение философии». Сразу стоит отметить, что в рамках данного курса вы только первично познакомитесь с изданными вами специальностью. Полноценное освоение знаний по нашей с вами области знания будет происходить у вас в течение всех четырех лет обучения в бакалавриате. Данный же курс призван помочь вам получить первичное ориентирование философии, а именно познакомить вас с предпосылками возникновения философии. Ее местом среди прочих форм другомного опыта, историей философии как формы ее развития, а также современной структурой философского знания и актуальными проблемами, стоящими перед философией. С общей программой курса вы можете познакомиться на сайте Института философии. В ней вы также сможете найти список рекомендованной обязательной и дополнительной литературы по курсу. Поэтому я сейчас не буду перечислять всю литературу, а назову лишь некоторые источники, ближе относящиеся к теме нашей сегодняшней лекции. Итак, тема нашей сегодняшней лекции это «Философия как форма духовного опыта». По данной теме я рекомендую вам для самостоятельной работы в первую очередь учебник А.А. Ивина «Основы философии» Москва издательства «Юрайт», 2007 год издания. А из дополнительной литературы работает в первую очередь Рене Декарта «Рассуждение о методе» и «Первоначало философии». Их вы сможете найти в следующем томе «Рене Декарт. Сочинение в двух томах. Том 1. Москва. Мысль. 1989 год». Также работа у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля «Философская пропедевтика». Ее вы сможете найти в томе «Гегель. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работа разных лет. В двух томах. Москва. Мысль. 1971 год. Издание. Том 2. И страницы 7 по 209. А также сочинение Карла Ясперса «Смысл и назначение истории». Также изданное в Москве Республикой. Издательством в 1991 году. Вот это предварительные соображения, которыми я хотел познакомить. И далее вопросы, которые мы сегодня в рамках данной лекции осветим. Во-первых, это вопрос в отношении философии и мудрости. Далее философия и мифология. Третий вопрос у нас будет философия и религия. Четвертый вопрос у нас будет философия и наука. Пятый вопрос у нас будет философия и обыденное сознание. Шестой вопрос у нас будет философия и диалог. И последний вопрос. Мы коснемся с вами основных форм философского знания. И я перехожу к первому вопросу. Мудрость и философия. Тут следует заметить сразу, что человек является духовным существом. Что это означает? В первую очередь, конечно, в отрицательном смысле это означает, что человек не животное. И что для нас сейчас важно, это то, что животное руководствуется инстинктами. То есть, в общем-то, можно, конечно, говорить о поведении животного, но ни в коем случае, например, не о поступках животного. Поскольку жизненные цели, основные ориентации животному предписаны как раз инстинктам и в отношении их животное не решает. А человек, и в этом это как раз принципиальное различие, действует на основе имеющихся у него представлений, ценностей, оценок, познаний и так далее. Но, разумеется, сознание человека не представляет собой простую совокупность вот этого вышеперечисленного. То есть, ценностей, познаний, оценок, обычаев и так далее. В каждый момент своего существования, как раз эти его элементы и их совокупность представляют собой определенную целостность. Конечно, не абсолютную, но более или менее целостность. И разнородные элементы, вот эти перечисленные человеческого сознания, таким образом образуют мировоззрение. И вот, руководствуясь как раз мировоззрением, человек, собственно, и действует. Необходимо отметить, что мировоззрение представляет собой интегральное образование. В его состав входят знания, как научные, так и жизненно-практические, житейские, ценности, убеждения, верования и даже обычаи и поверья. При этом характер мировоззрения сильно зависит от того, на чем основывается мировоззрение, то есть, что преобладает в его составе. И, соответственно, мировоззрение может базироваться, ну, в общем, конечно, на житейском опыте. Тогда это обыденное мировоззрение. Обыденное сознание может базироваться на мифологии. И тогда это будет мифологическим мировоззрением, мифологическим сознанием. На религии, науке, философии и так далее. Итак, мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира, человека и места человека в мире. Как мы видим с вами из этого определения мировоззрения, центральную роль в мировоззрении играет познание, выступающее в различных ранее упомянутых формах. То есть в виде мифологии, религии, науки, житейского опыта и, в конечном итоге, философии. Даже обыденное сознание базируется на своего рода познании. Точнее, на самой его простой форме – житейском опыте. Отсюда очевидно, что возможность формирования мировоззрения исторически изменяется. То есть вот как раз эти элементы, которые составляют его, изменяются и изменяется как раз то, что играет ведущую роль в этом интегральном образовании. Стоит отметить, что философия как основа мировоззрения возникает одной из последних на рубеже VII и VI веков до н.э. в Древней Греции. И, соответственно, хотя это довольно-таки известный факт, но на всякий случай я его упомяну, что название философия греческого происхождения и восходит оно к Пифагору, греческому философу и математику, жившему примерно с 580 по 500 год до н.э. Буквально, и это такой известный факт, означает любовь к мудрости. Во-первых, первая часть – филия, то есть любовь и София – мудрость. Такое название Пифагор присвоил философии по следующей причине. В предшествующий период и в его времена появилось некоторое количество людей, которых при жизни или по смерти стали называть мудрецами, по-гречески – софос. С одной стороны, кажется, что здесь Пифагор скромничает. Мудрость, по его словам, подобает только богам. Человек же может только стремиться к ней, любить ее, то есть быть философом. Но, с другой стороны, здесь сразу же, с самого начала, с момента появления философии, выступает важнейшая ее черта, а именно то обстоятельство, что знание не есть нечто готовое. К истине нужно прийти и к тому же прийти сознательным, рациональным способом, путем доказательства и обоснования. То есть философия сразу при своем появлении выступает в качестве рационального, сознательного и доказательного познания. И в этом отличие философии от такой формы духовного опыта, как мудрость. Мудрость может быть очень содержательной и так далее, но все-таки, в отличие от философии, доказательность, обоснованность, рациональность и целенаправленное стремление к этой самой истине, как таким образом добываемой, в мудрости отсутствует. То есть по форме, по содержанию, повторюсь, мудрость, разумеется, всегда содержательна и может быть истинной, но по форме все-таки она остается мнением. И это был наш первый вопрос, вопрос об отношении философии и мудрости. Сейчас мы переходим с вами ко второму, то есть отношению философии и мифологии. Исторически первой формой мировоззрения является мифология. Буквально это греческое слово, также состоящее из двух половинок, означает «сказание предания». То есть мифос — это сказание предания, ну а логос — это речь. Мифология — это форма общественного сознания, характерная для ранных стадий общественного развития. Миф — наиболее ранняя форма духовной культуры человечества, объединяющая в себе зачатки знаний, религиозных верований, разных видов искусств. Его характеризует в связи с этим как раз синкретичность, нерасчлененность этих различных в будущем элементов. То есть все эти в дальнейшем разошедшие элементы выступают здесь смутным образом, поскольку неопределенным до конца, не выделившимся из этой синкретики. Мысль в мифе выражается в поэтических образах, метафорах. При этом важно то, что за образами мифа скрывается поиск ответов на важнейшие вопросы. Это не просто какие-то сказки для развлечения, сказания. Важнейшие вопросы человеческого существования — вот на что стремится ответить миф. То есть как возник мир, как появляется человек, для чего он существует, в чем благо человека, в чем его цель и так далее. Если мы здесь с вами попробуем проиллюстрировать, то я возьму наиболее провокационный, пожалуй, пример из неизвестных. Это сказка про курочку-рябу, в которой очевидным образом присутствует мифологический элемент, несмотря на то, что она воспринимается просто как детская сказка. А именно, как вы знаете, вначале курочка-ряба сносит яичко. Это явный след этого представления о возникновении мира мифологического. То есть что мир есть нечто органическое, целое, живое, и возникает она по той же причине, по причине такого же характера. И далее мы имеем вторую часть этой сказки, где золотого яичка не приносит какого-то удовлетворения жизненного старику и старухе, а вот обычное яичко приносит. И тут мы видим определенную вообще-то модель поведения. То есть в одной вот такой детской сказке мы видим с вами в образной форме очень серьезные установки и в отношении космогонии, то есть происхождения мира, и в отношении идеалов человеческого поведения. Я уж умолчу, да, за некоторой скудостью времени, о более обширных примерах, о греческой мифологии, индийской и так далее. Где, я думаю, на приведенном примере вы поймете сами, еще в более такой определенной форме существует то, о чем мы с вами говорим. Но с развитием познания и как следствие общества человека перестает удовлетворять образная форма ответов на эти вопросы. И возникают следующие формы духовной жизни, духовного опыта, а именно философия и религия. Соответственно, я сначала рассмотрю следующий вопрос, а именно отношения философии и религии. А основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование той или иной разновидности сверхъестественных сил и в их главенствующую роль в мироздании и жизни людей. Соответственно, вера – это способ существования религиозного сознания, убежденность в существовании вот этих упомянутых сверхъестественных сил. Внешней социальной формой проявления веры выступает культ, то есть система утвердившихся ритуалов, а также вероучения, комплекс догматов данной религии. В рамках религиозных вероучений формировались единые образцы, то есть каноны, нормирующие образ чувств, мыслей и поведения человека. В данном случае я, пожалуй, возьму пример христианства, и мы с вами можем говорить о том, что существует ряд христианских догматов, которые являются определяющими в отношении жизни человека и объяснения им себе мира и человека. То есть, например, догмат о двойственной природе Христа, о том, что Христос является и Богом, и человеком. И, как вы понимаете, отсюда вообще-то следует очень многое для человека, для его понимания себя и окружающего мира, а именно, если Христос был отчасти и человеком, то вообще-то и каждому отдельному человеку может быть доступно в той или иной степени, но доступно, вот это самое, то, что удалось Христу. Вот таким образом, например, здесь мы видим с вами вот эту роль догмата, да, а с другой стороны, если мы, например, будем говорить о ритуале, да, то вот такой ритуал, как причастие, да, вот он, например, наследует известному событию Страстной недели, да, то есть, когда Христос перед своим, согласно Библии, да, священному писанию христианства, перед тем, как, да, вот оказаться в тюрьме, да, собственно говоря, провел пир, да, со своими спутниками, и понятно, что здесь христиане, повторяя это, да, в качестве причастия, да, вот они, собственно говоря, повторяют нечто подобное в своем представлении. Итак, вот, я думаю, достаточно этого примера, я не буду углубляться в многочисленные примеры, которых, конечно, можно приводить тысячами по данной теме. Я хочу отметить здесь, в первую очередь, родственность религии, да, философии, в чем, да, ну, во-первых, религия всегда также содержит целостное и в значительной степени рационализированное мировоззрение. Вот наиболее рационализированная часть религии, как я уже упомянул, это богословие, то есть вероучение или теология. Во-вторых, как и философия, религия представляет общественно-историческую форму сознания, общественно-историческую форму мировоззрения, соответственно, имеет, да, вот, общественно-исторический отклик, влияние и так далее. Но, однако, да, велико и их различие. Как вы понимаете, вот из определения религии, которое было дано, все-таки вот этим способом существования религии, да, является вера, в то время как философия без всякого сомнения, да, базируется на знании, да, и устремлена к знанию. И если, да, эта вера предполагает определенный авторитет, доверие и так далее, то от философии совершенно неотъемлемо критическая ее функция, критическая в смысле социальном и в смысле, вот, познавательном. В связи с этим философия исторически выступала и как союзница религии, да, и таким, в общем, индикатором этого является выражение позднего средневековья, да, когда философия называлась служанкой богословия, и как ее противница, антагонист, да, наиболее в чистом виде это, пожалуй, видно в XVIII-XIX веках. Кроме того, да, вот в чем еще заключается различие религии и философии, религия – это достояние многих, да, оно является очень мощным средством общественного воспитания, да, в силу этого, да, в силу того, что здесь как раз не требуется какая-то специальная, да, интеллектуальная подготовка, и в то же время, да, истины здесь выступают, вот, целостные. Философия же характеризуется свободомыслием и вот как раз этой подготовкой интеллектуальной, и поэтому она по неволе, да, достояние довольно-таки немногих. И далее я перейду к четвертому вопросу нашей лекции, а именно отношению философии и науки. В связи со всем вышесказанным у вас, конечно, возникает вопрос об отношении философии и науки, то, что я сказал до сих пор, да, да, те черты, которые я выделил и те, которые отличали философию от других форм духовного опыта, это, собственно говоря, да, доказательность, рациональность, обоснованность и так далее. Очевидным образом эти черты, да, сближают философию и науку, роднят ее с ней, да, и этот вопрос по неволе возникает. И в понимании этого различия нам поможет обращение, краткое обращение к истории их отношений. В духовном опыте наука возникает позже появление философии, это вот одно из немногих явлений форм, да, духовного опыта, явлений культуры, которые возникают после появления философии. Первой из наук, да, оформляется математика. И я недаром, когда упомянул Пифагора, назвал его философом и математиком, да. То есть, собственно говоря, Пифагору удалось открыть собственный способ мышления математики, то есть тот способ доказательности рационализации, да, который присущ самой математике. И поэтому-то, собственно говоря, математика возникает после возникновения и развития пифагорейской философии. В связи с ней, да, постепенно до поздней античности начинает развиваться и опирающаяся на математику астрономия. А следующей революцией в развитии науки, наиболее крупной, понятно, что событий в истории науки было много, но я коснусь только наиболее крупных событий, становится появление современного естествознания на рубеже, вот, да, в начале, точнее сказать, нового времени. И эта революция также была опосредована развитием философии, в данном случае уже от Платона и Аристотеля до позднего Средневековья и эпохи Возрождения. И таким образом, всплеску развития науки в истории всегда предшествуют определенным образом этапы развития философии. Это объясняется следующими характеристиками науки за пределами философии. Во-первых, каждая из наук имеет особенный, ограниченный предмет познания. Ну, да, вот химия, она изучает, да, природу, но в определенном разрезе, не во всех отношениях. Физика, например, изучает также природу, но в других отношениях. Социология, как вы понимаете, изучает общество, и, соответственно, тут еще меньше сомнений в том, что у нее какой-то особенный предмет. Во-вторых, каждая из наук, наряду с общими, да, для них всех методами, обладает и, собственно говоря, своими особенными методами, которые как раз, специфика которых связана со спецификой их предметов. И хотя науки, третий, да, пункт в отношении наук, хотя науки и имеют влияние на мировоззрение в целом, но, в общем-то, никакая из них, и даже, в общем-то, не все они в совокупности не создают это мировоззрение. Скорее, они сами возникают на основе уже существующих мировоззренческих предпосылок. В противоположность этим частным наукам философия всегда имеет в виду своим предметом целое. Или, выражаясь иначе, всеобщее. Мир как целое, его единую причину, универсальные методы познания и способа мышления и пути общественной практики. Если каждая из частных наук имеет множество недоказанных и недоказуемых в ее границах предпосылок, то задачей философии всегда является как можно дальше продвинуться в познании. В познании оснований всего и любого знания и представления. В связи со всем вышесказанным ясно, что философия представляет собой ядро научно-философского мировоззрения. Ей принадлежат как научные вопросы, выходящие за пределы ведения частных наук, так и вопросы общемировоззренческого характера. Последнее, однако, не означает, что философия, по выражению древних, представляет собой царицу наук. То есть, лишь властно повелевает своими якобы подданными частными науками. Развитие последних, как исследующие за этим технические революции, в свою очередь требует от философии дать объяснение новой общественной реальности, возникающей в их следствии. А для этого философия также должна совершать новый шаг в своем развитии. Я перехожу к пятому вопросу нашей лекции. Философское мышление и обыденное сознание. Ну, может показаться после всего сказанного, что это какой-то незначительный вопрос, но все-таки он имеет и достаточно серьезное значение. Обыденное сознание или повседневное сознание представляет собой одну из наиболее распространенных форм мировоззрения. И в этом-то как раз его значимость. Конечно, опираясь на этот самый житейский опыт, обыденное сознание представляет собой наиболее смутную форму познания. Она не продумана, она не обоснована в достаточной мере, но при этом, как раз она стихийна, но при этом как раз эта массовость обыденного житейского миропонимания и придает такое значение его существованию. Именно поэтому, собственно говоря, отношение философии и обыденного сознания имеет значение, а именно это представляет определенную задачу философского мышления осознавать функционирование обыденного сознания и быть в состоянии предлагать рецепты по развитию этого обыденного сознания, потому что это является важнейшим залогом общественного развития и общественного мира. Я перехожу к следующему вопросу, а именно к вопросу философии и диалог. И здесь надо сказать, что диалогичность является важнейшей чертой философского мышления, ведь именно философии мышление выступает в его наиболее чистой форме. Мышление же при этом обладает всеобщим характером, или говоря иначе, универсальным характером. Именно поэтому в своей истории философия с самого начала выступает как диалог. Диалог, продолжающийся зачастую столетиями, диалог различных философских учений и философов, которые отстоят, повторюсь, иногда друг от друга на несколько столетий в истории. А в отдельных, причем наиболее крупных философских учениях диалог осознается как специфически философская форма мышления, диалектика. В силу всеобщности мышления философия таким образом способна содействовать, выступать средством налаживания взаимопонимания и диалога. Диалога за пределами философии, то есть между различными слоями общества, между различными народами, характерами и различными культурами. Итак, давайте вкратце подведем итоги сегодняшней лекции. Философия отличается от таких форм духовного опыта, как мифология, религия, обыденное сознание и мудрость, во-первых, систематичностью, всеобщностью, теоретичностью и рациональностью, как своих методов, так и, собственно говоря, своих результатов. То есть стремлением к строгой доказательности и обоснованности своих построений. А от науки же она отличается стремлением к всеобщности своих положений и универсальности методов. И вот эти-то характеристики философии позволяют нам говорить о том, что философское познание современное выступает в определенных формах, которые связаны со всем вышесказанным. И это последний вопрос нашей сегодняшней лекции. Именно какие-то формы философского знания. К ним, к рассказу о них, к анализу их мы перейдем в следующих лекциях. Собственно говоря, это составляет основное содержание данного курса. Сейчас я просто их вкратце перечислю, для того, чтобы вы имели представление на будущее, чем мы с вами будем заниматься. Во-первых, первая форма философского знания – это история философии. И здесь надо отметить, что, конечно, философия развивается в истории, или тем самым имеет свою собственную историю. И как раз познание истории философии является важнейшей предпосылкой для понимания современного состояния философии и того, какие проблемы стоят перед ней сегодня. Во-вторых, вторая форма – это антология. По-гречески «онтас» – это «бытие». И, соответственно, это учение о бытии. То есть о том, что, собственно говоря, существует, что есть. И связанная с этим форма гносеология, а именно «гнозис» – это познание по-гречески. То есть учение о познании. О познании и философском, и вообще любом. Философия, видите, может здесь себе позволить такое, исследовать познание как таковое. В-четвертых, это антропология, философская антропология, то есть учение о человеке. Далее, в-пятых, это «этика», то есть учение о нравственности, о нравственных ценностях, о роли нравственности в истории и так далее. В-шестых, это эстетика, учение о прекрасном. В-седьмых, это социальная философия, то есть учение, собственно говоря, об обществе, его развитии в истории. И, наконец, мы с вами прибыли к последней форме. Я благодарю вас за внимание и до новой встречи на следующей лекции. Большое спасибо.